С далеких 80-х годов в нашем городе существует Центр детско-технического творчества по судомодельному спорту. Ежегодно проводя итоги своего кропотливого труда посредством республиканских соревнований, юные капитаны спускают на воду военные и гражданские суда. Затем как маленькие корабли уходят в большое плавание, следила и наша съемочная группа. В расчетах судомоделистов не должно быть никакой ошибки. Им нужно правильно рассчитать наклон и траекторию прохождения дистанции. Вот и Амина Колобакова бережно держит в руках свой корабль. К этому пристрастию она относится с особым трепетом, ведь на создание одного судна порой уходят годы кропотливой работы. Мне нравится ходить на этот кружок и изготавливать разные корабли. Трудно ему кавлять? Надо хорошо прицелиться, чтобы попасть. Этот технический вид спорта культивируется по всему миру. Своё широкое распространение в нашем городе он получил благодаря умелым рукам педагога Николая Толченикова. Более 30 лет он учит ребят из незамысловатых материалов сооружать настоящие фрегаты. А результатом работы служат итоги соревнований, где оценивается не только точность и скорость, но и изящество изготовленных моделей. Сегодня у нас соревнования проводятся и городские, и республиканские. Сейчас наши гости пошли на обед, а мы в это время проводим городские соревнования. Вот ребята, которые изготовили, и девочки у нас ходят, изготовили модели кораблей. Сегодня соревнуются. Каждый из воспитанников Центра технического творчества на городском первенстве представил свою модель судна. Корабли под руководством юных капитанов ровно по курсу проходят определенную дистанцию. И в итоге по подсчетам баловой системе определится самый лучший судомоделист. Заключается соревнование. Соревнование заключается в том, чтобы пройти по коридору как можно дальше и завоевать больше очей. Вот сумма трех запусков и составляет первенство. Сразу после оглашения результатов первенства, ребята ожидали республиканские соревнования. На них съехались и юные судомоделисты из Махачкалы, из Бирбаша, Хазавюрта и Ахтынского района. И вновь модели судов были спущены на воду, где определились их мореходные качества. Но помимо духа соперничества, юные капитаны смогут обменяться опытом и перенять друг у друга судостроительные технологии. А нам остается лишь пожелать каждому кораблю, ходящему в плавание попутного ветра.